Небольшой белорусский городок Добруш не богат памятниками и мемориалами. Но есть здесь места, которые хоть и не отмечены на городской карте, но поневоле взывают к нашей памяти. Одно из таких мест – мемориал на городском кладбище в урочище Лятцы. На территории Добрушского района на данный момент находится 46 братских воинских захоронений. Одним из таких захоронений находится на гражданском кладбище Лятцы. История этого места раскрывает еще одну трагическую страницу Великой Отечественной, напоминая о том, какой ценой нам досталась победа. Добруш освободили от фашистской оккупации 10 октября 1943 года. По официальной сводке, в этот же день в Добруша, в урочище Лятцы, на месте, где сегодня стоит мемориал, вырыли могилу. 4 на 6 метров, где были захоронены 57 человек. Можно только догадываться, что представляли собой белорусские города после освобождения. Но еще более страшными выглядели места сражений. Сотни тел красноармейцев оставляли лежать на земле после боя. Многих хоронили неопознанными. Вместо могил – воронки от бомб, траншеи, окопы. С увековечиванием памяти бойцов также возникали сложности. На могильные надписи делались карандашом на бумаге и очень скоро пропадали. После освобождения Добруша на территории кладбища в урочище Лятцы хоронили погибших в разное время. Сегодня здесь есть могилы солдат, погибших в августе 1941-го во время оборонительных боев, убитых оккупантами и павших смертью храбрых при освобождении Беларуси. Добруш долгое время оставался в прифронтовой полосе. Здесь находились тыловые части, госпитали. Часто под бомбежкой солдаты умирали прямо на госпитальной койке. Здесь, в полевом госпитале, умер от ран герой Советского Союза Федор Хлуднев. Во время боя в излучине Днепра в ноябре 1943 года дважды раненый он не отходил от пулемета, пока не были отбиты все атаки противника. Неопознанные останки солдат и гражданского населения по свидетельству очевидцев здесь хоронили до начала 50-х годов. Чуть позже, в 60-х, появился памятник. На плитах написали фамилии павших, тех, кто был известен. Во время последующих реконструкций кладбища и памятника надписи просто дублировали. Но жители Добруша решили это исправить. В установлении имен павших принимали участие не только сотрудники музея. Мой дедушка Башилов Семенович был подпольщиком Добруша. Он был расстрелян в Гомельском гестапо в сентябре 1943 года. Наша семья по сей день не знает, где он похоронен. Солдат, которые забыто, скажем так, очень много. Но на этом сотрудники музея и работники кладбища не остановились. Для того, чтобы увековечить память об этих людях, была проведена определенная работа. Были собраны какие-то средства из личных пожертвований жителей Добруша. Оказали помощь общественное объединение. Мы приобрели плиты и все фамилии солдат, а их 186, которые были 75 лет преданы забвению, на сегодняшний день нанесены на плиты. То есть мы отдали последний долг воинам, которые освобождали Добрушу. Пока мы живы, будем помнить. Пока мы помним, будем жить. Субтитры подогнал «Симон»